В Махалечо-Штепа Сергилийского района столицы состоялась торжественная церемония вручения ключей от новых квартир. Главные адресаты – семьи и одинокие женщины, оказавшиеся в тяжелых жизненных ситуациях. Лица с инвалидностью – воспитанники домов Мехрабанлик. Радость и счастье новоселов запечатлела съемочная группа нашего телеканала. Образно говоря, у каждого из нас в душе есть сад. И чтобы он процветал, нужно постоянно засевать его семенами доброты, красоты и милосердия. Основанная президентом Шавкятом Марзиёевым эффективная система диалога с народом, Института народных приемных помогает миллионам узбекистанцев в решении самых насущных проблем, способствуя прорастанию ростков удовлетворенностью жизни. Питательной влагой для них стали слова президента. Не в будущем, а уже сегодня наши соотечественники должны на примере своей жизни увидеть и почувствовать результаты реформ. С этой благородной целью главу государства уделяется большое внимание строительству современных, комфортных и доступных многоквартирных домов, обеспечивающих жильем граждан, имеющих ограничения к трудовой деятельности, лиц с инвалидностью, выпускников домов Мехрабонлик, семей, нуждающихся в социальной защите, женщин, не имеющих кормильцев и постоянного места жительства. Эта абсолютно новая система является примером истинного гуманизма. Несомненно, самым масштабным в этом направлении проектом является возведение в Махале, Чоштепа Сергилийского района, на территории в 30 гектаров, 66 современных семиэтажных домов на 3696 квартир. Глава государства посещал данный строительный участок. Благодаря соответствующим поручениям президента, личному контролю, усиленному надзору за строительством, процесс шел полным ходом. И как результат, за 8 месяцев 35 из 66 домов готовы принять новоселов. Часть квартир выделяется лицам с инвалидностью, сиротам и женщинам, попавшим в тяжелое социальное положение. На днях состоялось торжественное вручение сертификатов и ключей от квартир 166 социально уязвимым семьям. Радость этих людей, которые жили с надеждой на лучшую жизнь, является ярким подтверждением того, что мечты сбываются. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Счастье 166 человек невозможно передать простыми словами. Оно отражается на их лицах, в их глазах. Для них наличие собственного жилья имеет особое значение и укрепляет веру в будущее, стремление к лучшей жизни, повышает доверие государству. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Гульчихры Джураева оказалась с двумя детьми на улице. Усугубляло ситуацию то, что её пятилетняя дочь Дельдора инвалид с рождения. Женщина жила то у родственников, то в больницах. Несмотря на то, что сотрудники Хакимята Юнсабадского района нашли ей временное место в пятом общежитии Махали-Посера, в нём не было необходимых условий для проживания. Никто не сможет даже представить, насколько тяжело было этой женщине. Но в её душе не гасла надежда на лучшее. И вот благодаря гуманной политике главы государства мечты Гульчихры Джураевой сбылись. Ей выделили современную двухкомнатную уютную квартиру. С детьми жили в тяжёлых условиях, даже ночевали на улице. Потом пришли и ознакомились с нашими жилищными условиями. Через час телефонный звонок. Гульчихра Джураева, вы скоро переедете, готовьте вещи. Услышав эти слова, я не могла поверить. Самая большая радость то, что мои дети будут жить в собственном жилье. До сих пор не могу поверить, что это произошло. Это настоящее счастье. В судьбе 61-летней Марно Кулматовой не позавидуешь. Её драматичные жизненные перипетии могут лечь в основу грустного романа. В 2008 году она с двумя дочерьми продала дом в Юнособадском районе и переехала в Ешнобадский. Столкнувшись с мошенниками-маклерами и проблемами с частными нотариусами, в течение года она теряет двух дочерей, а сама оказывается на улице. Остаётся без дома и прописки. С 2009 года она начала бродяжничать. Первые пять лет ночевала где попала. В подвалах, на скамейках. В 2014 году забрела в пункт сбора отходов Мирзоулубекского района и около пяти лет жила на его территории. Но за каждым закатом следует рассвет. Благодаря вниманию и заботе главы государства, Барно Кулматове была выделена новая квартира в одном из домов на массиве Чоштыпа. Исчезли 10 лет страданий, боли и мытарств. Сбылась мечта. И сегодня для Барно Кулматовой происходящее с ней кажется сказкой. Родившиеся в 1964 году в Ташкенте Севара Расулова вместе с 18-летним сыном Бигзотом Расуловым с 2002 года обивали пороги. Женщина потеряла паспорт. Так как у неё не было постоянной прописки, многие годы не могла его восстановить. У ребёнка не было свидетельства о рождении. В 2018 году, временно прописавшись в доме родственника, расположенного в Махале-Барлик у Чтепинского района, смогла получить нужные документы. Многие годы женщина с сыном жили на съёмных квартирах. Иногда приходилось ночевать на улице. Из-за бродячей жизни и отсутствия документов Бигзот окончил лишь 4 класса средней школы. У женщины развился букет болезней – остеохондроз, хронический бронхит, тяжёлая степень анемии. Недавно её сразил инсульт и приковал к кровати. Государство протянуло этой семье руку помощи и выделило новую двухкомнатную квартиру. В жизни не бывает всё гладко и просто. Счастье и горе, боль и радость всегда идут рядом. Это лишь испытание в жизни человека. Ведь есть простая истина – за каждой тягостью наступает облегчение. Судьба 70-летней жительницы столицы Жанетты Хананян тому подтверждение. У неё никогда не было собственного жилья. От тягостных будней спасало любимое дело – рисование. В её картинах часто встречается образ танцующего дервиша. По словам женщины, у них много общего. После многих лет скитаний Жанетта Хананян взяла в аренду домик и превратила его в мастерскую. Но в 2008 году пожар забрал всё, что у неё было. Но Жанетта не отчаивалась. В течение 11 лет жила то у одних, то у других знакомых. Занималась украшением домов, расписывала стены, делала мозаику из битой плитки. Благодаря заботе главы государства Жанетте Хананян выделили квартиру. После 11 лет скитаний мечта сбылась. Женщина обрела свой дом. Я 20 лет ждала вот этого часа, который сейчас произошёл. Ну как ждала? Не мечтала, но, может быть, на Бога надеялась. На проведение какой-то, на счастливый случай. Потому что мне всё время люди помогали. И где-то я вот так вот, может быть, даже и чувствовала. И вот сегодня, в этот вот день, я, наконец, получила вот такую замечательную евроквартирочку. Это вам не передать вот это чувство. Сегодня я не бездомная больше. Поэтому я счастлива. Сегодня утром, когда мы находились на вот этом вот собрании, я посмотрела вокруг. Бог, Господи, кому сказать спасибо за всё это, что все люди сидят и плачут от счастья. Эти дети, эти дети маленькие, которые только музыка заиграет, а не танцуют. Теперь у них есть шанс на будущее. Это сделала для нас, для меня, для них. Чтобы они больше не плакали, наше государство, наш президент. И вы понимаете, когда ты понимаешь, что за так что-то случится, такая беда с кем-то, что за нами стоит государство. Кто может это ещё сказать? Я не знаю. Что за нами стоит государство. Что к нашим судьбам есть люди неравнодушные, которые тоже желают нам счастья не на словах, а построить целый городок для таких людей. И я хочу сказать, когда у государства есть такой президент, государственные люди, которые занимаются правильно государственными делами, правильно, понимаете, когда они каждого отдельного человека и всех вместе делают счастливыми, у этого государства есть будущее. И это государство правильное. Дельбар Абдулакимова. Её супруг и трое дочерей глухонемые. У этой семьи тоже не было собственного жилья. Жили у матери Дельбар. В одной комнате пять человек. Муж с женой и девочке 16, 11 и 8 лет. Поэтому несложно представить их радость и воодушевление от получения ключей от новой квартиры. 33-летняя матлюба Морзакулова – инвалид первой группы с детства. Передвигаться самостоятельно не может. Оставшись без родителей, матлюба жила у бабушки. Благодаря вниманию и заботе государства, ей также выделили квартиру на этом массиве. Масуда Нигманова – инвалид с детства. Она одна воспитывает 12-летнего сына. До этого момента жила в доме матери. Теперь ей выделили двухкомнатную квартиру на первом этаже. У МИДа Максудова одна растит двоих детей. В деревянном жилище в трех комнатах проживало 11 человек. У сына УМИДа врожденные заболевания сердца. К тому же мать женщины стоит на учете в онкодиспансере. После обращения в виртуальную приемную президента у МИДИ Максудовой была выделена двухкомнатная квартира. У Гульбахор Бердиевой тоже нелегкая судьба. Воспитывает троих детей одна. Жили в отчим четырехкомнатном доме. Три семьи. 11 человек под одной крышей. Ютилась в маленькой комнатушке с тремя детьми. Дома постоянно были скандалы. После обращения Гульбахор в народную приемную президента в столице, ей выделили новую современную и уютную квартиру. Среди счастливых новоселов семья Саидовых. Рустамакя и Кяроматопе долгое время жили в однокомнатной квартире с двумя дочерьми и сыном. Глава семейства работал в мастерской. Его жена подрабатывала уборщицей. Накопить денег никак не получалось. После обращения в народную приемную президента, мечта семьи о просторном жилье сбылась. Узбекистан – многонациональная дружная семья. Ташкент – современный мегаполис, в котором проживают представители более 130 наций и народностей. Атмосфера межнационального согласия, толерантности и единства, являющихся крепкой основой построения правового демократического государства, также была продемонстрирована на торжественном мероприятии, прошедшем в жилом массиве Чоштайпа Сергилийского района. После смерти мужа Анна Балаян осталась на улице с тремя дочерьми. Найти работу не получалось. Женщине с дочками приходилось ночевать на остановках. Благодаря гуманной политике президента страны в жизни Анны наступила светлая полоса. Двухкомнатная квартира стала воплощением давней мечты. Я горжусь, что я живу в Узбекистане, где слышат каждого гражданина и помогают. В последнее время не видно людей, которые пьют на улице. Для них придумали всякие там, я не знаю, центры для реабилитации. Помогают людям восстанавливать документы, которые без них. Ну, помогают людям встать на ноги, чтобы они как-то жили, а не пили. Спасибо большое. Стоит отметить, что в новых квартирах созданы все необходимые условия. Эти семиэтажные дома были возведены за очень короткий срок – 8 месяцев. При строительстве были использованы инженерная техника и стройматериалы, отвечающие международным стандартам. Продуман и внешний дизайн, и интерьер. Свет равномерно распределен по всей комнате. Обеспечена норма влажности и температуры в помещении. Каждая квартира имеет собственную систему отопления. Кухня большая и просторная. В настоящий момент завершен монтаж внешних инженерных систем этих домов. Здесь есть все необходимое – природный газ, электроэнергия, канализация, питьевая вода и линии связи. Рядом с домами построены детские площадки. На территории проведены работы по благоустройству и отделенению. Проложены тротуары. В скором времени в этом жилом городке появится новая школа. Дошкольное образовательное учреждение, семейная поликлиника, аллея, автомобильная стоянка и другие объекты инфраструктуры. Радует и то, что рядом с массивом планируется строительство нескольких производственных предприятий. Это позволит трудоустроить членов семей, нуждающихся в социальной защите, и обеспечит их стабильным заработком. Недавно в данном жилом массиве был построен и сдан в эксплуатацию современный махалинский гузар. Сегодня он превратился в центр знаний и просвещения. Его деятельность – это реализация на практике выдвинутых главой государства пяти инициатив, направленных на создание дополнительных условий для воспитания и образования молодежи, а также повышение занятости женщин. Здесь созданы кружки по рисованию, секции шахмат и шашек. Мастер-класс от двукратного чемпиона мира по шахматам Сироджидина Занединова стал настоящим подарком для молодых спортсменов. Будущие художники рисуют новые дома и праздничные мероприятия. Добрая и искренняя атмосфера, созданная здесь, несомненно, будет способствовать воспитанию новых талантов и чемпионов. Политика президента Шавкята Морзиёева, нацеленная на повышение культуры чтения и популяризации его среди населения, даёт свои плоды. В здании махалинского гузара создана библиотека, где уже собираются молодые люди. Кто-то читает любимую книгу, другие знакомятся с электронными вариантами произведений. В скором времени здесь также начнёт работу кружок музыки. Словом, на территории массива, возведённого согласно программе «Обот Махаля», созданы все необходимые условия для его жителей. А тем временем на городок опустился вечер. Величественные и гордые, как горы, дома. Ровные, как стекло, тротуары. Свет от фонарей освещает лица новосёлов, в бликах отражая счастье и умиротворение. И это является доказательством того, что гуманная политика главы государства вносит новое содержание в жизнь людей. Обеспечение жильём нуждающихся в социальной защите. Поддержка семей с нелёгкой судьбой зародила в них замечательное чувство благодарности, наполнила добротой и надеждой их сердца, в которых эхом отзываются слова главы государства. Жить заботами людей – самый важный критерий человечности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова